В Астане состоялась церемония награждения национальной премии Тумар. Телеканал ТДК-42 стал победителем, завоевав статуэтку Тумар и денежную премию. Его признали лучшим региональным каналом в Казахстане. Как обещает руководство канала, у СМИ большие планы. И таких наград будет еще много. В день работников средств массовой информации в столице прошло торжественное награждение победителей национальной телепремии. В этом году Тумар проводится уже в восьмой раз. Поступило более 300 заявок по 12 номинациям. В шорт-лист вошли 48 работ. Победители премии стали обладателями статуэтки Тумар и денежного вознаграждения в размере 1 миллиона тенге за самые высокие достижения в области местного телевизионного искусства. А в номинации лучший региональный канал победителем стал телеканал ТДК-42. В прошлом году мы получили награду от рук президента страны. В этом году Тумар мы очень этого ждали, честно говоря. Большое спасибо за ваш выбор. И мы дальше будем продолжать радовать наших телезрителей. Ура! С победой! С победой! Телеканал ТДК-42 был создан в далеком 98-м году. Смелая идея открыть его принадлежала двум людям. Режиссеру уже существующего на тот момент телевидения Розе Кабашевой и крупному предпринимателю Серику Мергалиеву. Лидерство телеканала убедительно подтверждает данные нескольких соцслужб. На телеканале регулярно запускаются новые проекты собственного производства, что существенно влияет на рост казахстанского контента и отвечает интересам местного зрителя. Тематическое направление представлено широким разноплановым контентом, рассчитанное на зрителя любого возраста. Вещание ведется на казахском и русском языках. На самом деле впечатления самые грандиозные. Просто действительно, правильно как вы отметили, мы очень много к этому шли. Этот гол был вообще особенный. За последние три года, можно сказать особенным, канал был на грани закрытия, вновь возобновился. Выиграл премию от президента, выиграл вновь спутниковое вещание. И эта награда была единственной, к чему мы стремились за последние годы. На самом деле за этой наградой стоит работа целого персонала. Работа монтажера, работа видеооператоров, работа технореи, которые отвечают просто за звук, за качество эфира, выдаваемое нашим телеканалом. Работа региональных корпунктов, которые у нас находятся в шести регионах нашей страны. Это Актубе, Актал, Атырау, Костанай, Астана и наш центральный офис в Уральске. В целом, я вам скажу, что нас выбрали за то, что мы говорим правду. И мы всегда говорим правду народу такая, какая она есть. И именно в правде, за эту правду нас и любит народ. Наверное, мне так кажется. Как отметили журналисты, для Казахстана важна свобода слова. Но Казахстан сейчас опустился на 8 позиций в рейтинге свободы прессы репортеров без границ и занял 142 место из 180 стран, согласно ежегодному индексу организаций. В части свободы прессы республика уступает даже ряду стран Африки. В стране продолжает работу лишь несколько неподконтрольных государств изданий и авторских онлайн-проектов, запущенных известными журналистами, говорят в организации. Свобода слова и прессы – это инструмент борьбы против диктатуры и тирании олигархов, говорят эксперты. Без свободной публичной дискуссии не может быть ни эффективных политических институтов, ни качественного экономического роста. Ведь именно благодаря свободе слова развитые страны стали такими богатыми. Свобода прессы является основой демократии и справедливости, заключили эксперты. Бауржанша Ахмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42.